У меня аллергия. Руки. Я потом болею. Сейчас мы их посмотрим, что они, как они у нас поживают. Готовы ли они к зимовке или нет. Сейчас мы им даем препарат, чтобы у них клещи всякие там. Вот эту работу мы проводим осенью два раза в качестве профилактики. Аккуратно подушечка на зиму. Нужно работать осторожно, тихо, чтобы их максимально не тревожится. Я родился здесь, в городе у нас, в городе Цхимбал. В школу в первый класс я пошел здесь. После пятого класса здесь вот эта заворуха с грузинами войны. Те мы пошли и здесь, к сожалению, не было тех условий, чтобы учиться и все такое. То война, то перестрелки, то все. Ну и нам пришлось уехать в Россию, в Армурскую область. Я пошел в школу, 6 класс уже туда. Окончил 9 классов и сразу поступил в Армурской областной училище культуры. Когда я сюда переехал, я не мог долго адаптироваться здесь. То есть как адаптироваться? Полжизни я все-таки прожил здесь, полжизни в России. И естественно я сразу не могу строиться по специальности. Я искал уже такие работы, чтобы элементарно пока зарабатывать. Ну на хлеб, на жизнь зарабатывать. И пришлось, вообще первый шаг мой был, я начал торговать на рынке. Там овощи, фрукты, все такое вот. После этого мне предложили работать шофером в хлебопекарне. В то время зарплата была 230 рублей, 250 рублей. После чего мне предлагают, значит чисто случайно, устроиться в государственный тогда ансамбль синт. Я конечно тоже соглашаюсь и начал работать там. После чего параллельно мне предлагают в церкви петь на клиросе. Естественно я тоже соглашаюсь, потому что параллельно тогда нужно было работать хоть на десяти вот этих местах. И так как я нуждался и в этом самом, и в финансовом, все-все-все там, по чуть-чуть там, 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 уже как-то на первый раз. В основном не работаю в воскресенье, в субботу-воскресенье, но в субботу еще нужно. Но в воскресенье вот когда просят, вот другу надо помочь. Сейчас вот этому хорошему человеку надо провести газ. Ну, с детства я помню, что я был очень таким неспокойным ребенком. В общем, вот мы жили вот здесь вот, где пекарня, вот за пекарней эта самая, девятиэтажка корпуса. И у нас на территории пекарни было, значит, поле. Мы гоняли там футбол. И в основном я любил играть там. Ну, там, девчонки, пацаны, все-все-все. И в течение часа-полтора уже, когда наиграешься, человек же проголодается. А запах свежего хлеба прямо в нос давал. И вот мы подбегали к окну и там кричали. Там тети нам, женщине, бросали хлеб в буханке дверь. И такой горячий прямо хлеб бесплатно. Я даже на последнего не знал, что будет. Даже будучи уже, когда она уже была в роддоме, я стоял перед роддомом. И когда мне сообщили, что девочка родилась, Валина сестра была рядом. И уже потом, после, она говорит, типа, ты, говорит, видел бы себя в зеркало, говорит. У тебя, говорит, вид поменялся, ты, говорит, покраснел, побледнел, говорит. Тебе что было, говорит, неприятно на ней, говорит. В ней, говорит, в принципе, что мне неприятно. Родился нормально, нормально все будет. Она больше заботится о том, что я не знаю, каким он будет. Я недавно, на неделе, где-нибудь, знаешь, что просто, я снабила. Я лежу на дебану, и меня трусит всего. Она подошла, у нее маленькое одеяло, и подошла, и накрыла меня. Вот задынул, тебе холодно, тебе, типа, да, типа, накрыла меня, и все, говорит, типа, не считает. Так что, я не знаю, пока маленькая проявляет такую заботу, я думаю, что, ну, девушка все-таки, она более забота. Парень, ну, как, там фигурал, там фигурал. Мама, раздарь маму. Сначала она меня ругала. Она мне кричала, мама, какаусы разливали. А сейчас уже меня просит, мама. Помню один случай был, когда я, короче, не ходил. Ну, как, ходил-то я в школу, из дома я уходил в школу. А на самом деле я где-то отсидел, допустим, одну пару, и все. И мама меня спрашивает, говорит, ты где был? А я так, знаешь, с возмущением еще, говорю. Мама, ну как, где я был, говорю. Где я, где, говорю, в школе, где я был. И так, раздеваясь в прихожую, закину там, эту курточку. Смотрю, классная руководительница в зале сидит. Я про себя был, все, блин. Приехали. Ах ты, в школе была, мама там швабра и та-та-та-та-та. Короче, сама классная руководительница меня разнимала. В общем, еле вырвала от рук. Все, пока, Коки. Папа,해, пока. 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 Пакантин, тебе кажется gears first, папанан? Муа! Да, не себе алу. Уи, оу, моля. Папа,лветия, кошачеп. Папа, увfisha. Муа! Муа, чип. Да, я часто вспоминаю свои студенческие годы, даже, ну, как бы, переписываются по алтар-классиках. Ну, конечно, не со всеми, я уже с некоторыми даже связь потерял. А в основном с двумя-тремя человеком я общаюсь постоянно стабильно. У нас даже в 2000-е, в 2004 году, мы хотели собраться, вернее, они собрались, они мне тоже сообщили, что это как раз вот эти действия военные, вот это все как-то не получилось. В общем, я так хотел поехать, ну, даже собирался уже, думаю, поеду, 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 и так все и осталось. Так я представляю. Даже когда мы сценарий писали, там все, ну, давай приходите, ну, там, к определенному времени напишем сценарий. И все приходили со своим этим, кто с закуской, кто, там, с клюквой, кто, там, с вином маленьким, там, кто с колечком. И, в общем, мы такие сценарии писали, что мама, не говорим. ПОДПИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok